Друзья, надеюсь у вас все хорошо. Сегодня я решилась на такое масштабное видео по расхламлению. Расскажу вам вообще, как я буду готовить свой гардероб к весне, к более теплой погоде. Расскажу, от чего я избавляюсь, какие вещи я буду продавать, какие вещи я буду дарить своим подписчикам, которые живут в Париже. Сегодня мы с вами вместе разберем мой шкаф, точнее это же два моих больших шкафа. Я еще никогда не делала такого масштабного расхламления, сразу вам скажу. И сегодня также я покажу вам самые классные винтажные бутики в Париже. Расскажу про свои обновки и будет одна очень хорошая новость, с которой я с вами сегодня поделюсь. Так что желаю вам приятного просмотра и давайте расхламлять гардероб. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И, конечно, это меня просто в ужас приводит. Сейчас я задаюсь вопросом, зачем я вообще это все затеяла. С учетом того, что у меня есть еще второй шкаф, где преимущественно есть верхняя одежда, какие-то пиджаки, жакеты, кардиганы. Мне сейчас нужно будет его еще разобрать, также посмотреть, прошерстить свою обувь. И начинать большой этап расхламления, это то, когда я буду сортировать вещи, вообще честно отвечать, буду я это носить или нет, зачем мне это нужно, а может не нужно и вообще. Ну и рассказывать вам вообще, что я оставляю и какими принципами я руководствуюсь, если мне нужно подчистить свой гардероб, привести его в нормальное состояние. Давайте я вам пару слов расскажу про шкаф. Пирожок уже здесь. В общем, я оценила по достоинству, когда у меня есть вот такие вот полки длинные, массивные. У меня, например, раньше был шкаф такой, знаете, закрытый, и я вообще даже не понимала, что у меня лежит. То есть он был высокий и очень глубокий. То есть факт того, что здесь полки достаточно узкие. Конечно, я в два ряда вещи не смогу сложить, но таким образом я вообще вижу, что у меня под рукой, что я чаще всего ношу, что я вообще не надеваю. Так что вот такой шкаф, ну вот такое хранение вещей, просто мне оно очень сейчас нравится. Единственное, что, конечно, неудобно, что здесь вообще нельзя вещи повесить на плечиках. То есть здесь хранятся преимущественно свитеры, какие-то футболки, которые не мнутся, и джинсы, тоже джинсы, которые не мнутся. Вот, а еще в этом шкафу было вот такое вот классное круглое зеркало просто. Шкаф настолько милый, и я просто, я люблю все его детали, потому что здесь есть система, которая, к сожалению, не работает. То есть он закрывается только снизу. Также здесь есть такой ключик. Здесь есть такой маленький ключ, который шкаф закрывает. Вообще классный шкаф. Единственное, что нужно время от времени наводить в нем порядок. Ну что, финальный вид, во что я ввязалась, что меня сейчас ждет. Ну, на самом деле, от этого стоит всегда и стоит себя пересилить, чтобы шкаф ваш потом просто зафункционировал с новой силой, чтобы все вещи хорошо друг с другом сочетались, и вы все это носили. В общем, давайте что ли начинать. Хочу вам сразу сказать про такие некие правила, которыми я руководствуюсь. Это то, что если вы хотите действительно очистить вообще свой гардероб, и избавиться от ненужных вещей, которые, ну, мертвым грузом лежат у вас на полках, на плечиках висят, я вам советую все вообще сложить, свалить, скидать в одну кучу. Когда вы это сделаете, не отчаивайтесь. И самое важное, не прерываться просто на полпути. У меня такое достаточно часто бывает, когда вот все, мои вещи уже начинают походить скорее на какую-то бесформенную кучу. Я думаю вообще, зачем я все это затеяла, и что же меня ждет, сколько времени я потрачу. Но, как показывает практика, нужно просто пересилить этот момент страшный, пугающий, и продолжать просто без оглядки, пути назад нет. Лучше всего поставить себе какой-нибудь любимый сериал, или вообще расхламление такое делать со своей подругой. Например, на своем французском канале я как раз такое расхламление, ну, уже какое-то время назад делала с Дашей. Я вам где-нибудь ссылку оставлю в описании, если вы знаете французский язык, потому что там я говорила по-французски. Так вот, это очень хорошая практика, если вы делаете это с каким-то, ну, близким человеком, потому что со стороны может быть виднее, идет вам эта вещь или нет. И взгляд со стороны может оказаться более субъективным, чем ваш. Потому что нас очень часто останавливают какие-то эмоции, какие-то привязанности к той или иной вещи. Лучше всего, если вы будете брать вещь и сразу же иметь представление, будете ли вы ее носить в ближайшее время, как часто вы ее надевали, может быть, вообще несколько месяцев вы даже не вспоминали о ней. Так вот, когда вы приходите к пониманию того, что вещи вам уже не служат, вещи уже не используются в гардеробе, я вам очень советую не мерить ее. Кто-то говорит, что лучше вещь померить, посмотреть вообще, идет она вам или нет, может быть, она вам уже большая, малая и так далее. Я вот поняла для себя, например, я, конечно, никому не навязываю свое мнение, и вообще, в принципе, то, что я сейчас озвучу, это не истина прописная, это просто как бы, ну, для меня так проще, например, проводить расхламление. Так вот, я понимаю, что первый такой порыв для меня является наиболее правильным. То есть я решилась, что вещь мне больше не нужна, что я больше ее не надеваю, и я тут же ее откладываю в сторону, и я ее не мерю. Потому что просто 10 из 10, что если я вещь эту надену, то я пойму, что неплохо, она на мне все-таки нормально так сидит. Сидит нормально, но как бы больше она у меня не используется, поэтому лучше как бы с такими вещами быть жестким. То есть я, например, их сдаю, отдаю, переработку также отдаю, если это вещь уже вообще просто, ну, уставшая. Сейчас, например, вещи я продаю на Vinted, я вам оставлю ссылку на свой профиль, если хотите. То есть туда я выставляю вещи, которые, например, купила я, поносила их, но я знаю, что я их больше не надену, или мне эти вещи прислали марки, но мне что-то не понравилось с размером, с цветом и так далее. В общем, знаете, доставка там, кстати, стоит вообще недорого. Если вы про это приложение не знаете, то там где-то 2,80 по Европе. Такие легкие вещи. Вот, в общем, в России, я думаю, много альтернатив также с сайтами, на которых вы можете перепродавать свои вещи. И просто, друзья, я хочу вам посоветовать, я знаю, что многие люди вообще боятся продавать свои вещи, даже если у них есть классные вещи в гардеробе, но которые по тем или иным причинам они не носят, и они в хорошем состоянии, и постоянно гложат таких людей вопросы, что вот, это же так, ну, скажем так, нечестно, что я вещь поносила, и вот я ее перепродаю, а вдруг это плохое качество для кого-то. Просто мой совет, не надо никого дурить, и просто нужно быть честным, то есть если у вас есть какие-то дефекты на одежде, ну, просто упоминайте это, и не бойтесь выставлять свои вещи на сайте. То есть вы никого под дулом пистолета не заставляете их покупать, но как бы это хорошая альтернатива, знаете, такой циркуляции вещей, то есть вы доброе дело делаете кому-то, потому что мир большой, и вполне себе вероятно, что есть такие люди, которые ищут именно такую кофточку, именно такой цвет, например, клатча, сумки и прочего, что у вас в гардеробе есть, но которая больше вам не служит, и как бы это тоже хороший, ну, не то чтобы хороший, но какой-никакой вклад в бюджет, и на эти деньги вы можете себе, например, другую, более носибельную вещь приобрести, так что, как бы, я, ну, я люблю это, и сама я на платформах на таких стала покупать вещи, то есть у людей, например, сейчас я жду свой зонт, классный зонт итальянский, который я по очень выгодной цене урвала, также там можно и торговаться, в общем, я люблю такое, знаете, общение с другими продавцами, в общем, так что, ну, если вы не могли решиться на продажу вещей, которые вы уже не носите, считайте, что это знак, и я желаю вам большой удачи. В общем, дальше я поняла, что мне, если расхламляться, то нужно действовать вот строго по сезону, например, разбирая свой зимний гардероб, то я не буду бросаться тут же в летний гардероб, чтобы себе больше работы не придумывать, и чтобы, знаете, быть такой последовательной, потому что лучше всего завершить полностью, разбирать один свой сезон, чем, например, там, по верхам пойти, там, лето разобрать, весну, осень. И, конечно же, на такое хорошее дело, как расхламление, нужно выделять время, и, естественно, не нужно себе ставить, знаете, какие-то другие планы, лучше, знаете, выделить прямо один день, и, зная, что вас никто не будет торопить, что у вас нет никаких срочных дел после, спокойно сесть, включить любимый сериал, позвать подругу, не знаю, испечь какие-нибудь печеньки, которые можно с чаем тут же есть, подкрепляться и спокойно, знаете, разбирать. В общем, сейчас, наконец-то, я буду сортировать вещи, и, естественно, я не буду рассказывать абсолютно про все вещи в своем гардеробе, потому что там есть и какие-то совершенно неинтересные экземпляры, типа каких-то черно-белых топов, футболок или вещей, в которых я бегаю. Итак, мой первый лот, это вот такая чудесная шубка, искусственная, в таком ярко-желтом цвете, это итальянский бренд, мне очень нравилась эта шуба, я в нее ходила как-то прям вот полностью зиму, у нее трикотажный подклад, она очень теплая, впереди есть два кармана, но вот этой зимой я ее не надевала практически ни разу, то есть я ее надевала всего лишь один раз за эту зиму на съемку, потому что просто мне нужно было разнообразие в моих аутфитах, вот, поэтому я эту шубку буду продавать, и я ее выставлю как раз на свой винтед. А, вообще, друзья, такая информация, что если вы живете в Париже, то я эти вещи могу также вам отдать чисто в руки, лично в руки, а не чисто в руки, что я несу. Вот, также я буду еще вещи какие-то просто отдавать. Вот эта вещь просто такая классная, она новая в моем гардеробе, вы ее еще не видели. Эта юбка, вот такую вот клетку, которая называется виши, ее мне отдала Даша. Даша, спасибо тебе огромное за такую юбку, мы как раз снимали видео расхламления у Даши дома, и как раз она мне отдала, подарила эту юбку. Я ее, наверное, не буду мерить, потому что я потом буду снимать отдельное видео как раз с моими такими более весенне-летними аутфитами. Вот, так что эта юбка идет в кучку для меня. А вот такой плащ из Zara, который я надевала от силы, наверное, раза два, и у него есть такой классный капюшон. Но это совершенно не моя вещь. То есть он был такой, знаете, прям конкретной, импульсивной покупкой, я такого вообще не люблю. И как бы стоил он еще прилично. Это была новая коллекция, то есть я его купила вот совсем недавно, и я его буду продавать, я его выставлю на винтед. И так, дальше два вот таких вот славных шарфика бежевого цвета. Все-таки я не могу прям со всеми вещами бежевого цвета подружиться, и как раз это случай двух этих шарфиков. Этот шарф такой, знаете, с приятной бахромой, он достаточно большой. Он практически новый, я его вообще не надевала, то есть максимум один раз я его надела. Вот этот платок очень такого красивого, благородного цвета, он такой уже, знаете, поношенный конкретно. Ну не то, чтобы конкретно, но в общем, если его на свет вот так вот выставлять, то можно увидеть тут здесь, тут там какие-то маленькие дефекты, которые как бы вообще незаметны, если мы этот платок носим на шее. Так что буду рада подарить кому-нибудь, кто живет в Париже, два этих милых шарфика бежевого цвета. Дальше юбка, вот такая вот юбка прозрачная, с подкладом, у нее такие листики конопли. Мы ее купили вместе с мамой когда-то в Питере. Я эту юбку люблю, ношу ее время от времени, не сказать, что будет часто, но как бы я знаю, что это классная вещь, подобные юбки я вообще еще нигде не встречала, поэтому я ее, конечно же, оставлю у себя. Дальше брюки из эко-кожи, такие, знаете, бананы на очень высокой талии, которые мне присылали топ-топ. Я их носила. Носила я их преимущественно, знаете, с такими кроссовками в таком total black образе. Сейчас я их не ношу совсем, то есть я их прям не надевала уже, наверное, года полтора точно, вот поэтому эти брючки будут за символическую цену на винтеде. Следующий аксессуар, вот такой вот прекрасный боб, который я купила, тоже, я бы сказала, достаточно импульсивно. Это Zara. Я его надевала, наверное, раза три. Он очень здорово защищает выдождь, то есть, знаете, его можно надеть так и вообще скрыться, скрыться от всех, он хорошо образ дополняет, но я его тоже перестала как-то носить. Вообще он у меня лежал, лежал, так что я его тоже буду давать. Чтобы вас сильно, друзья, не утомлять, я, наверное, сделаю сейчас такой небольшой перерыв и поставлю вставку с винтажными, классными, интересными магазинами. Потом вам расскажу, какие у меня есть новые вещи в гардеробе, померяю их вам и поделюсь одной новостью. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Я стала очень много покупать, потому что я просто поняла, что мне огромное удовольствие доставляет искать классные, небанальные вещи из качественных материалов. Мне не очень нравится сейчас концепция того, что это вещи, которые уже были созданы. Я просто так поняла, что я действительно уже много вещей собрала у себя в гардеробе, не говоря уже про те вещи, которые я вообще перестала носить. Так что я вам хотела анонсировать, друзья, что я теперь буду выставлять найденные мной классные винтажные вещи, либо вещи очень хороших таких брендов, найденные в секонд-хенде, в инстаграме, я вам оставлю ссылку здесь, то есть, знаете, я сделала такой, ну не то что бутик, в общем, отдельную страницу, где как раз можно будет тоже приобрести вещи. Единственное, что как бы я эти вещи только фотографирую на себе, также вставляю какие-то фотографии, чтобы вы видели эти интересные находки у себя на странице, например, в инстаграме, также эти вещи я дезинфицирую, привожу в должный вид, вот упаковываю все с любовью. Так что, ну не знаю, мне просто очень нравится, говорю, этот процесс, когда ты ищешь и как бы почти охотишься за классными какими-то находками. Вот поэтому, если тема винтажа и интересных каких-то оригинальных вещей из качественных материалов, потому что я этому большое внимание уделяю, вас интересует, то можете подписаться на этот инстаграм, я вам буду очень рада. И я еще выставляю туда тоже какие-то, знаете, атмосферные такие фотографии. Вот, и у меня уже произошло несколько покупок, так что я их просто с большой любовью упаковывала. И еще, как правило, это всегда, знаете, тоже какие-то, ну, такие милые переписки, общения, так что мне это просто огромное удовольствие доставляет. Субтитры сделал DimaTorzok Случаем, знаете, такого пиара в своей страничке в инстаграм, я, конечно же, хотела вам померить эти вещи. Начну вот с такого вот ярко-красного кардигана, знаете, такого ажурного. У него очень красивые пуговицы черного цвета. Это идеально сидит со многими вещами, как с джинсами, так и с каким-то однотонным платьем, например, на весну, на лето. Очень хороший состав, тут 70% ангорка, 30% вискоза. Он очень мило так поблескивает. Следующая вещь это вот такой вот невероятной красоты юбка. Она мне, к сожалению, слегка большевата. Так бы я ее оставила себе, но просто я ее, когда увидела, я не смогла пройти мимо этой юбки и подумала, что, может быть, кого-то она заинтересует. Юбка эта сшита на заказ, то есть у нее здесь была вот такая вот бирка. Я, когда ее стирала, тут чернила смылись, представляете? Но все равно немного осталось, и видно, как здесь написан состав, вообще для кого эта юбка была сшита. Это винтажная вещь, 100% винтаж, сделанная во Франции. У нее просто все детали безумно красивый цвет, такой, знаете, глубокий, синий. Она немного так сужается к низу, и просто, знаете, какой-то русалкин хвост. У меня вот такая ассоциация с этой юбкой, просто мне очень нравится эта юбка. Так что вот я буду в скором времени выставлять как раз в Инстаграм на свою страничку. Следующий полушевок просто, в который я тоже влюбилась, но у меня уже подобный полушевок есть, вот поэтому я тоже не смогла мимо него пройти. Это итальянский бренд Viccolo. Здесь есть бирка с номером вообще, что-то сделано в Италии, все дела. И это просто невесомый кардиган, потому что все-таки шубой у меня не поворачивается язык его назвать, но он настолько легкий. Он, наверное, весит от силы грамм 200. По картинке как бы не скажешь, но на самом деле он очень легкий, он очень мягкий. У него такой длинный ворс, он застегивается на одну такую пуговку. То есть, знаете, я бы его носила с джинсами, либо, если это какой-то выход, то с высокими сапогами. То есть, вещь вообще просто на все времена никогда не выйдет из моды вот такой вот длинный ворс. Этот полушубок, он уже есть в моем инстаграме. Так, идем далее. Следующий кардиган, наверное, я могу его кардиганом назвать, потому что здесь есть такие две маленькие милые пуговки. Это махер в очень красивом цвете, такой, знаете, зеленый, яркий. Такой, знаете, у него очень пушистый махер, прекрасная вязка, вырез потрясающий, который можно миксовать, знаете, с таким топом. Этот кардиган я уже тоже выставила в инстаграме. И следующий такой жакет, такой винтажный, знаете, хороший винтаж. Я еще не выставляла в скором времени, думаю, он там появится. Это тоже жакет, который сделан в Париже. Мне очень нравится его, его именно ткань, такая, знаете, бело-красная. Мне почему-то вот кажется, это такой, знаете, чисто такой парижский стиль. Я его надевала для фотографий с джинсами, миксовала, то есть он просто, он отлично смотрится, его и на весну можно будет, и на лето, с какой-нибудь плетеной корзинкой. У этого пиджака, ну, в жакете, давайте будем говорить, в жакете, есть существенный недостаток, что, видите, его, за счет его, ну, солидного возраста, его поела моль, то есть вот здесь маленькая дырочка где-то на рукавах. В общем, как бы это его такой конкретный недостаток. Цена, конечно же, будет на него соответствующей, ввиду того, что у него как бы есть такие дефекты, хотя, в принципе, вот я его когда надевала, их вообще не видно. Далее, вот такой винтажный свитер просто цвета, знаете, как будто это какая-то карамель. Мне настолько нравится этот нежный цвет, тем более свитер, посмотрите, какой он пушистый. Это ангорка, у него такой воротник, как бы не слишком он прикрывает, прям закрывает полностью шею. Очень такой приятный по ощущениям, в носке. Кстати говоря, вот к этому свитеру я подобрала просто идеальный платок на шею. Его можно также повязывать на волосы, на сумку, просто обматывать классическим вариантом вокруг шеи. Это вот такой вот платок просто идентичного, практически идентичного розового цвета, с такими, знаете, акварельными цветами, розами. Мне очень нравится вообще, как он выполнен. Наверное, пиар моего винтажного детограмма закончен. Конечно, это не все вещи, как бы можете следить за обновлениями там. Штанишки, такие брюки спортивные, которые я носила даже просто так, как аутфит. Кстати, с плащом, с капюшоном из Зары. Эти брюки, тирея штаны, брюки, наверное, все-таки из H&M, я с радостью отдам тому, кто проявит к ним интерес. Как бы они тоже по форме, как бананы, зауженные внизу. У них идеальное состояние. Далее, следующие брюки, которые немного мятые, потому что они лежали у меня как раз в вещах на лето. Я их очень часто носила летом. Они достаточно широкие, знаете, такие брюки палацца на высокой талии. Но я знаю точно, что этим летом я их прям вот 100% носить не буду, поэтому с радостью их подарю кому-нибудь. Шапки, которые вязала моя мама. Я знаю, что очень много людей спрашивают про эти шапки, просят выкройки, не выкройки. В общем, схемы вязания. Мама их вяжет на глаз, по памяти. В общем, мы с ней как-то придумали такую модель, знаете, которая очень хорошо... Ну, не то, что хорошо, в общем, она не портит прически, смотрится это как берет. Вот, эту шапку синего цвета я вообще уже не ношу, то есть я прям давно-давно не носила. Давайте я вам ее померю. Она, по-моему, из Махера, то есть она очень хорошо защищает уши. Я, конечно, понимаю, что сейчас не особо сезон. Вот, в общем, я ее ношу таким образом. Спрашивают у меня многие, как она у тебя не падает с головы? Не знаю, я не особо как-то головой трясу туда-сюда. Вот, еще обычно у меня волосы, знаете, хорошо все это дело еще держат за счет объема. Вот, мне очень нравится, как эта шапка смотрится, но как бы я ее уже вообще очень давно не носила. Вот, поэтому я могла бы ее кому-нибудь подарить, кому интересно, такая вот оригинальная ручной работы шапочка. И вот эту шапку бежевого цвета я оставлю пока себе. Мне кажется, этот бежевый мне так, ну, неплохо подходит. И тем более у меня есть много аутфитов и моя коричневая каракулевая шубка, которая очень так неплохо взаимодействует с этой шапкой. А эту шапку я как бы я подарю. Что касается расхламления моих сумок, у меня тут есть большая дилемма, потому что я эту сумку очень люблю. Это хромия, итальянский бренд, это кожа, у нее просто великолепное наполнение из красной такой ткани внутри. Но я ее в последнее время как-то совсем перестала носить. Вот, и не знаю, у меня в общем дилемма, либо ее продавать, либо ее оставлять все-таки, потому что сумка она классная. Я знаю, что я такую сумку вряд ли где-то еще найду. Вот, так что не знаю, если кто-то заинтересован в этой сумке, то, друзья, напишите мне на почту. Если не найдется никого из желающих, то я буду знать, что как бы это знак, и я эту сумку все-таки оставлю в себе. Сегодня я хотела вам показать, друзья, вот эту красавицу, которую мне сшила на заказ Александра Готье. Мне очень приятно, что она на меня подписана. В общем, она мне написала в инстаграме и предложила сделать сумку. У нее свое ателье во Франции, вот. И она уже на протяжении 11 лет, представляете, шьет сумки, делает ремни, в общем, занимается именно аксессуарами из кожи. Я предложила Александре сделать как раз вот такую модель, классическую сумку-багет на очень удобной, практичной лямке. И я просто, я влюбилась в эту расцветку. Это, знаете, такой очень жизнерадостный жираф. И знаете, что интересно, эта сумка идеально сочетается не только с какими-то спокойными образами, знаете, в таких темных тонах, либо в пастельных. Но именно с очень яркими образами, например, я ее сочетала с таким, знаете, топом цвета фуксии. Я готова дифирампу петь этой сумке вечно, потому что мне она очень понравилась. И просто я буду бесконечно Александре благодарна. И я даже специально попросила, друзья, для вас скидку, потому что Александра будет делать как раз у себя на сайте вот такую модель. Она тоже ей понравилась. Вот, и она будет делать не только в такой вот сумасшедшей, дикой расцветке под жирафа, но и как бы из другой кожи. Вот, поэтому у меня есть для вас скидка по коду, который я вам оставлю здесь. Так что ссылку на Александру и на ее ателье я тоже вам оставлю внизу. Я на самом деле очень ценю и мастеров, которые работают просто индивидуально, которые учтут как бы ваши желания, вообще что вы хотите, фурнитуру, какой цвет ремешка и так далее, которые делают вот такой вот ручной труд. Пока есть такие люди, пока есть такие вещи, наверное, не все в этом мире потеряно. Так что огромное вам спасибо еще раз, Александра, что вы мне написали и что сделали для меня такую просто великолепную сумочку. Мне уже кажется, я целую вечность снимаю это видео и, естественно, я бы просто физически не могла вам показать все вещи и рассказать историю и вообще, что я собираюсь сделать абсолютно с каждой вещью своего гардероба. Я просто очень надеюсь, что я, быть может, дала вам желание рвения расслабить свой гардероб, подготовить свои вещи к наступлению нового сезона. Я буду вас очень ждать у себя в инстаграме, в своем основном инстаграме, где у меня сейчас очень много классных фотографий, фотографий разных аутфитов, разных образов. Париж, повседневный Париж в сторис. Я вам очень благодарна за просмотр, за то, что вы со мной. Пишите мне, кто хочет взобрать вещи, которые я сегодня показала. Наверное, лучше пишите мне на почту, друзья. Я почту свою оставлю внизу. Все-таки я боюсь, что если вы мне напишите в директ, то есть вероятность, что это сообщение затеряется. На почте будет более надежно. Я вас крепко обнимаю. Удачного вам расхламления, красивого гардероба. Скоро увидимся.